Ростик, можно сказать, что эта игра по эмоциям была самая тяжелая в этом сезоне? Ну да, потому что все следили за результатом другого матча наших соперников. И когда увидели результат, думали, вот выигрываем и все. Ай, ну, ничего не получилось выиграть, устроить праздник, как хоть такой маленький, вроде бы. А как-то повлияло то, что «Торпеда» играла до нас, то, что «Петеролички» как-то повлияло на нас психологически? Да, только из-за этого мы сегодня как-то плохо сыграли. Я не могу сказать, что мы переиграли сегодня соперника. Сегодня было ровнее, даже у них, по-моему, больше моментов было. Не получилось у нас сегодня отпраздновать, так сказать, четвертое место. Все решится в Хабаровске. Опять же, все от нас зависит. Нам даются шансы, очень много шансов. Но сегодня был шанс, мы им не воспользовались. Надеюсь, Хабаровске мы воспользуемся этим. Всю неделю в прессе и везде на телевидении. Вот, ну, сойлась эта ситуация с допуском, недопуском. И мы, и Оренбург, и так далее. На настроение команды как-то влияли все эти разговоры? Не, на это вообще внимания не обращали. Нас, наши руководители, как сказать, у меня все голова не работает. Они нас предупредили, что все нормально будет. Вы своими делами занимаетесь. Ну, и как бы все у нас пацаны адекватные вроде бы. И играли просто как обычно, можно сказать. Но вот именно вот этот разговор не влиял в прессе, а влиял в то, что мы смотрели на матч, который был до нас. А не удивило то, что команда, в принципе, лишенная турнирной мотивации, настолько самоотверженность сегодня играла против нас? Ну, я думаю, не секрет, что Аланья раздражитель для всех команд. И все хотят показать какой-то футбол против нас, атакующий. Потому что мы постоянно как бы прессингуем соперника. Но сегодня у нас не получилось ничего, к сожалению. Еще тем более дома хотели нас наказать, я думаю. Ну, и какая-то мотивация, может, у них была извне. Я думаю, что тоже не секрет будет, что это как это обычно делается. Я думаю, что в основном из-за того, что мы команда раздражитель, и о нас очень много говорят, и из-за этого все хотят нас пристадить. Ну, есть ли все-таки какой-то позитив искать из этой ситуации? Мы по-прежнему на четвертом месте, и по-прежнему все зависит от нас. Ну да, я сказал об этом в прошлом вопросе, что все так же зависит от нас. Но сейчас будет очень тяжело, перелет 8 часов, еще 2 часа до Москвы, 10 часов лететь, ждать самолет. Очень тяжело будет нам, конечно, играть на выезде. И волей-неволей смотрим на других наших оппонентов. Они играют с командами, которые, я думаю, что они точно выиграют. Вот, и нам будет тяжеловато, конечно. Но я надеюсь, что мы отдадим, не надеюсь, я знаю, что мы отдадим все силы на поле. Мы умрем там, если надо будет выиграть и занять четвертое место. Вот так вот. Спасибо.